привет всем чтобы сделать такое выдавливание текстурой из меша давайте вначале добавим plain увеличиваем переходим в режим редактирования подразделяем миллиард раз в дополнение к этому добавляем модификатор subdivision surface выставляем 2 уровень переходим выбираем режим simple без закругления чтобы у нас было добавляем следующий модификатор displays что и означает выдавливание добавляем текстуру в модификатор displays важно модификатор displays должен идти после модификатора subdivision surface такое количество полигонов нам нужно для того чтобы выдавленная выдавленный mesh выдавленной текстурой был очень детализированным и менее угловатым теперь в модификаторе displays добавляем текстуру добавляем нашу текстуру появим стаунс заходим и здесь у нас в этой папочке с текстурами ссылка будет в описании одна и та же текстура она она отображена разными способами и нам нужно выбрать paving stones paving stones displacement именно вот этот вариант он предназначен для выдавливания в модификаторе displays здесь выбираем displacement если вы выберете какой-то другой вариант выдавливание тоже произойдет но не такое качественное не такое корректное вот теперь обратно переходим в наш модификатор и здесь в общем-то единственное что нам нужно регулировать это strength то есть с какой силой происходит выдавливание так один наверное многовато ой маловато выставим 2 клавиша z выбираем материал или давайте render выберем или материал превью и мы видим что не в отображение материалов не тем более в виде рендера материал у нас не высвечивается этот модификатор displays он использует текстуру только для выдавливания но он не отображает цвета этот модификатор displays он использует текстуру только для выдавливания если мы помним мы выбрали такую белый вариант этой текстуры да но даже если бы мы выбрали цветной здесь не было бы никаких цветов был бы только белый меш что нам нужно сделать чтобы раскрасить наш меш для этого нам нужно добавить материал точнее говорят текстуру текстуру мы не добавили текстуру мы только использовали текстуру модификаторе меш на текстуры на нашем меше нет добавляем base color выбираем имидж текстуру автоматически идет черное вот это по умолчанию но мы создадим свою текстуру и вот здесь нам пригождается вот этот вот вариант цветной калор выбираем его open image готова теперь мы видим что наша текстурка выдавилась мы наложили цвета и у нас получился довольно таки симпатичный мышь возвращаемся в наши модификаторы здесь мы можем еще немножко подать под регулировать ну давайте добавим еще один момент шейд смуз вот немножко сгладим здесь можем добавить детализации и можем поиграться с выбором движка сейчас у нас отображается в режиме в рендере и и добавим цвет так light вот эре выбрал получше освещение идет сейчас у нас лежок и вида но cycles лучший игр работает с тенями добавляем шумоподавление здесь можем выставить где-нибудь в районе 20 сэмплов нам много сейчас не надо так переходим наши модификаторы есть еще один момент который хотелось бы показать давайте отодвинем окно выберем UV-Editor добавим сюда опять же нашу текстурку вот эту цветную Paving stones color open image уменьшаем ее что у нас произошло в этом окне у нас когда мы добавили сюда нашу текстуру через модификатор displays она автоматически растянулась на весь mesh plane и то же самое произошло с текстурой когда мы зашли в материал и добавили цветную текстуру но могут быть ситуации когда нам нужно растянуть или уменьшить на этой же площади вот эту текстуру например нам нужен небольшой кусочек надо чтобы было всего лишь там например три ряда камней по 3-4 камня да и чтобы они были большими как этого достичь переходим в UV-Editor опять же в режим edit mode переключаемся выделяем здесь все клавиша S и масштабируем много полигонов поэтому немножко притормаживает если мы заметили справа у нас слабо видно но тем не менее видно что камни увеличились рисунок камней он поменялся камни увеличились переходим в object mode чтобы у нас отобразилось наше выдавливание что мы видим здесь здесь мы видим что цветной рисунок он уже не совпадает с выдавливанием мы видим траву цвет травы которая проходит сквозь выдавленные камни и так далее да уже так беспорядочно хаотично то есть мы выдавливание у нас осталось то же самое но рисунок у нас увеличился увеличился вот мы сейчас видим здесь вот да вот идет огромный кирпич да на 4 кирпича практически расположился как нам синхронизировать наш увеличенный цветной рисунок с выдавливанием в разделе координат координат в разделе модификатор displays выбираем синхронизацию по юви развертки и мы видим что теперь у нас все совпадает в описании ну у л в в в в в в в